здравствуйте сегодня решила поделиться еще одним видом своего творчества которые по сути дела я делаю впервые но вот покажу и работы которые у меня уже получились может быть кому-то понравится мои идеи и тоже решат попробовать ну что для этого надо во первых конечно нитки мулине всевозможные кружавчики которые у вас есть новые или что-то от каких-то вещей замочки для брошек они бывают разного размера здесь у меня довольно крупные такие длинные видите по размеру могут пригодиться нитки для крючка тонкие куплен такой типа фетра он 2 миллиметра толщиной есть более тонкие у нас продают их разных цветов уже вот такие нарезанные по 33 цента по 79 здесь более тоненькие для аппликаций потому что картинки можно делать как вам нравятся круглые продолговатые на половиночку с разным цветом зависимости что вы будете вышивать какой-то ландшафт или просто цветочный садик бисер может пригодиться бисер совершенно разного размера разного цвета но конечно нитки ну вот хочу вам показать что у меня уже получилось здесь у меня сделано несколько брошек вот на синем фоне видите вышел на такой садик сделала два круглых вот размер сами видите он на три пальца смотрится хорошо эта брошка на любой толстый шарф пальто свитер здесь на зеленом фоне вот такие разные здесь как у вас работает фантазия но вот добавила к этому осеннему дереву кружева кругом на вторую часть на первой части вышивается сама картинка и чтобы закрыть вот эти все задние ниточки делаю вторую часть такого же размера проделываю дырочки с обратной стороны просовываю вот здесь этот замочек дальше его креплю ну и вот по краю по кантику сшиваю мулины нитками композицию конечно можно добавить для жесткости как здесь вот я начала делать кулончик видите я добавила просто небольшой кусочек поменьше размера более плотной как от открытки бумаги здесь у меня будет кулон и здесь видите уже я добавила бисер дерево здесь брошка с деревом вначале я просто вот крепила таким образом потом решила топить чтобы остались замочки так красивее и лучше видите разница большая это была самая первая брошка которую я попробовала летнее дерево с плодами типа яблок вышивка нитки мулины а дальше как работает ваш фантазия очень много всевозможных вариантов можете обшивать кружевами можете оставить так можете добавить оплетку бисером добавить всевозможные висюльки из бусинок это уже как у вас что где сработает по цвету по дизайну по вашему усмотрению ну вот и хочу сразу показать готовые браслеты здесь задняя сторона у меня еще не спрятана вышивка есть это браслеты на руку вот покажу вам сейчас два готовых есть и швейная машинка и оверлок но предпочитаю такие вещи делать полностью руками вот эта задняя сторона обычной хлопчатобумажной тканью скрыла вот этот вырезала поменьше размером подогнула и вот пожалуйста заказала даже такие бирочки хэндмейд сделаны руками здесь выше то более тонкими и шерстяными нитками но и вот ваш дизайн с добавлениями бисера это опять же по цвету что вам как понравится здесь другой вариант вышита лентами тоже добавлен бисер здесь видите добавила уже другого цвета и более тонкие нитки которые идут для крючка а здесь более тонкие нитки но вот можно тоже крючком вязать как шерстяная ткань то же самое здесь ведь оплетка сделано хлопчатобумажной тканью все это застегивается вот здесь двумя пуговками можно конечно их разные придумать красивые сейчас одной рукой не могу одеть на руку вам не могу показать но вы можете представить но это нормальный такой браслет довольно широкий очень здорово смотрится вот здесь вот у меня более летний вариант тоже выше бисером длинные нитками прошита сзади вообще-то бумажная ткань добавлены ленточки здесь простые пуговички можно сделать если они по дизайну соответствуют хорошо то прекрасно видите входит по цвету по композиции тоже можно использовать начал делать еще один браслет он недоконченный здесь решила ведь и добавить кружева то есть фантазии предела нет это вы мастер вы творите как вам нравится что вы сюда добавите какие материалы вы будете использовать это чисто на ваше усмотрение ну и конечно хочется похвалиться первый раз эта работа незаконченная начала я работать картону решила сделать себе такую картинку а может быть эта картинка превратится добавив здесь основание крючки ключницу для дома чтобы повесить ключи использовала обычную картонную бумагу видите от крупных ящиков она довольно такая ребристая толстая вырезала видите толстые получается рельефные домики здесь проложено у меня три слоя то есть вы вырезаете несколько штук картонки одного размера дальше прикладываете крышу все это клеится пистолетом таким знаете с горячим клеем великолепно можно показать вот этот рельеф когда намочишь именно вот этот картон верхнюю часть если снять получается такая ребристая как шифер поверхность картон сначала каким образом я делала взяла картон намазала его клеем и вот почему у меня получился такой сзади колоссальный рельеф мне он очень нравится как состаривание такого материала и сами домики видите тоже получаются то есть я на фон наложила сначала тонкую бумагу на клей но брала туалетную разбирала и салфетки бумажной обычной салфетки дальше вот решила что я здесь по размеру сколько домиков у меня поместится ну вот формы домиков вырезала посчитала все в три ряда вон приклеила также они покрыты вот этой тонкой бумагой а дальше вы уже раскрашиваете и можете делать все что угодно это у меня в процессе здесь буду добавлять еще травинки какие-то кустики сухие веточки сюда могут пойти камушки песок мох то есть как работает ваша фантазия а дальше вот добавила птицу которая летит но и конечно раскрасила более-менее что было небо и получился такой у меня летний город это еще не закончена надо будет все это закрывать крепить докрашивать но это первая моя работа именно вот вдохновилась я на ю тубе увидела как девочка делала ключ нецой решил лишь попробовать сама ну вот первый мой блин так сказать вот ну и в процессе помимо того как отдыхаю идет вышивка старинного такого замка подъезжает карета это просто вышивка крестиком куплен был целый комплект со всеми нитками но и очень удобно и для работы вот такая приставка раньше держала в руках или просто одевала на такие круглые пяльца чтобы было удобнее держать а сейчас вот решила вот таким образом здорово помогает работать это чисто у меня такое успокоить нервы кто-то складывает пазлы и успокаивается как медитация под музыку но я когда хочу отдохнуть я начинаю вышивать какие-то картины она у меня не закончена в процессе но вот сразу я работаю люблю работать над несколькими проектами так что вот поделилась с вами своими новыми идеями новым своим творчеством может быть кому-то что-то понравится если есть вопросы спрашивайте обязательно отвечу пишите комментарии ну вот сегодня буду заканчивать эту кулон добавлю здесь еще из этого материала такую петельку зашью и повешу на любой шнурок это может быть лента это может быть цепочка смотрится здорово главное что все это сделано своими руками это оригинально это не повторяется можно сделать своим близким подружкам подарок но я сама ношу все свои вещи которые обычно я делаю так что вдохновляйтесь творите спасибо за просмотр всего хорошего